Здравствуйте! В эфире программа безопасности. Я и ведущий Александр Булдаков. И этот выпуск мы посвятили тому, чем жил Новосибирск в преддверии Дня Великой Победы. Военные оркестры, боевая ретро и современная техника и, конечно, полевая кухня. Так, утром 7 мая встречали новосибирцев на площадке перед ДК железнодорожников. Мы тоже там побывали. Праздник в преддверии Дня Победы уже по традиции у ДКЖ в Новосибирске организовали Западно-Сибирская железная дорога и Росгвардия. Сегодня здесь курсанты Новосибирского военного института, сотрудники вневедомственной охраны, сотрудники спецподразделения Росгвардии проводят акцию, принимают участие в акции Георгиевская лента. А также представлена техника и вооружение Росгвардии. Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, разгрузочные системы, сил специального назначения Росгвардии вызвали неподдельный интерес и у взрослых, и у подростков. Бойцы спецназа могли поведать не только тактико-технические характеристики автоматов и пулеметов, но и рассказать об опыте их применения. Самое популярное, это всегда незабываемая классика, это автомат Калашникова. Индивидуальное вооружение. В данном случае вам представлено АК-200. Это, грубо говоря, можно так сказать, доработка обычного АК-74М. То есть у него уже штатный комплект обвеса, это складной приклад, планка Пикатинни. Здесь же можно было продемонстрировать свое умение в разборке-сборке автомата Калашникова. Само как-то в школе научили. В школе? Да. Сложно? Нет. А как считаешь, может пригодиться в жизни? Всегда пригодится в жизни. Автотехника больше интересовала парней. Машины, построенные на базе Уралов и Камазов, поражали толщиной брони и утилитарностью кабины салонов. Ну, интересно посмотреть, посидеть. Вот. Я полностью солидарен с своими мнениями. Понятно. Надо свое иметь мнение. Классное ощущение, когда трогаешься своими руками. Это прямо передает какую-то отдельную атмосферу. Атмосферу и правильное настроение добавляла акция «Георгиевская лента». Символ победы и памяти раздавали курсанты НВИ. Они же и рассказывали, как можно прикрепить ленту на одежду. Выдаем памятку. Здесь есть три способа закрепления ленты. Выбирайте один из способов. Формат акции «Бессмертный полк» в этом году поменялся. Фотографии своих родственников, ветеранов войны, теперь можно было выставить в интернете. Или, как сделали эти сотрудники вне ведомственной охраны, прикрепить на машину. Называется это «Бессмертный автополк». Это мой прадедушка Русанов Яков Иванович. Родился 14 января 1913 года в селе Иланка у Старского района Новосибирской области. Учился в церковно-приходской школе. Окончил четыре класса. В семье было восемь братьев и сестер. В 1940 году был призван на финкскую войну. И таких машин с портретами ветеранов Новосибирске будет немало. Акции в преддверии основных мероприятий, которые состоятся 9 мая, продолжаются. В преддверии празднования 79-й годовщины победы советского народа над немецко-фашистской Германией военнослужащие и сотрудники Сибирского округа войск Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Как проходит торжественная акция «Парад у окон ветерана» увидела наша съемочная группа. Так начиналась праздничная акция «Парад у окон ветерана» в Новосибирске на улице Народной у 26-го дома. Именно в этом доме проживают ветераны Великой Отечественной войны Павел Иванович Морозов и Борис Сергеевич Гурдюмов. Давайте им поаплодируем! Борису Сергеевичу в этом году исполнилось 100 лет. Павел Иванович свой вековой юбилей отметит в следующем году. Поздравить ветеранов пришли бойцы и командиры Росгвардии. Всех с наступающей 79-й годовщиной Великой Победы! Всем здоровья, счастья, удачи, мирного неба! Ну а вообще с 2020 года уже в Росгвардии, как заказала традиция, это «Парад у дома ветеранов». Мы помним, что были у нас непростые ковидные времена, но забывать мы не имеем права. Мы будем этих людей помнить, честовать и всегда будем им уделять должное внимание. А пока до торжественного прохождения воинского подразделения дело не дошло, внимание ветеранам оказывали творческие коллективы Росгвардии. Увидеть, как поздравляют ветеранов и послушать песни военных лет, собрались жители окрестных домов. И с уверенностью можно сказать, что такой подход, такой способ оказания внимания заслуженным людям понравилось всем. Спасибо вам за это мероприятие. Конечно, ну, это вот души вот нашего старшего поколения. Ну, это пример и подрослащему поколению, что вот так должно быть, что так Родина заботится об нас, об всех, начиная от и начиная от таких. Вот дай Бог, что нам победа. Как выяснилось, Павел Иванович Морозов вклад в победу делал не только в годы Великой Отечественной войны, но и в наше время. Ветеран активно участвует в оказании гуманитарной помощи нашим бойцам в зоне СВО, за что командующий группировкой войск «Сил Восток» прислал свою благодарность. На его деньги была приобретена электростанция перед бойцам. На его деньги было куплено два прицела для винтовок. Ну, и разные там по мелочи, так сказать. Ну, хотя эти мелочи, я когда ребятам там объяснял, то от кого это, как это, они, конечно, с таким вот уважением и трепетом относятся. Да, с такими ветеранами нам никакой враг не страшен. И хорошо, что людей, понимающих, что победу в любой войне можно одержать только всем вместе, становится все больше. Проход роты почетного караула, выступления вокально-инструментального ансамбля «Русь», оркестра Новосибирского военного института и много добрых слов. В преддверии Дня Победы очередной парад у Дома ветерана состоялся в Октябрьском районе Новосибирска. Росгвардия в Новосибирске традиционно перед 9 мая поздравляет ветеранов с Днем Великой Победы. Происходит это празднично и торжественно. Так было и во дворе 165-го дома по улице Бориса Богаткова, где курсанты НВИ, представители власти и ветеранской организации честовали Антонину Михайловну Водянникову. Поздравили женщину не только с победой, но и с Днем Рождения. На днях ветерану исполнился 101 год. В 1942 году добровольно была призвана в Красную Армию, направленная прибористской научницей орудия в зенитном артиллерийском полку. Служить начала под Москвой в звании рядового. Закончила службу в Польше в 1945 году в звании ефрейтера. Награждена медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне, орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова. Тех, кто добился этой победы, становится все меньше. Ветераны уходят, но Антонина Михайловна собирается еще пожить. Спасибо вам за то внимание, которое вы уделяете нам, фруктовикам. Спасибо вам и низкий поклон. Господи, помимо. Спасибо вам, спасибо за все знакомым меня. А я вот никакая стала. Ну, пустяк 101 год. Это прожилел еще как-нибудь немножко. С праздником Победы и с очередным 102-м днем рождения собираются поздравить ветерана и росгвардейцы. Очень такой бодрый ветеран, скажем так. Она до сих пор всегда рада нашим приездам в памяти, всегда радуется в виде наших курсантов, офицеров. К тому же, в прошлом году нам посчастливилось, мы застали ее на 100-летний юбилей, как раз день в день смогли поздравить. Старший сын Антонины Михайловны, Михаил, рассказывает, что его мама всегда была и остается очень сильным и целеустремленным человеком. Жили мы в таком неблагоустроенном доме на Октябрьской. Октябрьская, 32 был адрес в центре. Печное отопление, так что приходилось все самим делать. Снег чистить и все такое прочее. Ну, мама чинула все на себе. Ремонт по дому делать, поберить, погреб выкопать. Все мама, все мама. И теперь в честь именно этой героической женщины по двору ее дома марширует рота почетного караула Новосибирского военного института Росгвардии. Антонина Михайловна этого заслужила. Пока народ отмечал майские праздники, оперативники боролись с преступностью. Правоохранители пресекли деятельность мошенников, которые использовали подменные телефонные номера силовых, полицейских и других структур и ведомств для охищения денег граждан. О деле, в котором фигуранты покупали сим-карты килограммами, представлялись сотрудниками ФСБ, далее в нашем репортаже. Вышли на злоумышленников и пресекли их преступную деятельность сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области совместно с полицейскими главного областного управления МВД России. Правоохранители считают, что мошенники организовали хищение средств граждан с использованием высокотехнологичных средств незаконного доступа к информационным системам операторов мобильной связи, так называемых сим-боксов. Мошенники осуществляли подмену фактически используемых сетевых реквизитов на телефоны номера правоохранительных и силовых органов, а также Банка России. Представляясь сотрудниками органов ФСБ России, они предлагали перевести средства под мнимыми предлогами, якобы на безопасные счета, фактически контролируемые злоумышленниками. В результате проведенных в 2024 году сотрудниками УФСБ и полиции оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось пресечь деятельность четырех колл-центров. Из оборота изъяли 39 сим-боксов, предназначенных для одновременного функционирования сотен сим-карт, на лицевые счета которых поступали деньги. Пресечена деятельность шести новосибирцев, причастных к администрированию средств анонимного доступа к абонентским номерам. Причем используемые ими сим-карты приобретались через серые схемы у дилеров и субдилеров, операторов связи на вес. Всего изъято свыше 7 тысяч сим-карт общим весом более 23 килограммов. Новосибирские следователи по данному факту возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного 159 статьей Уголовного кодекса России. Операторам мобильной связи внесли шесть представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности России. Хотелось бы напомнить, что сотрудники ФСБ России никогда не звонят гражданам с просьбами перевести их средства на безопасные счета. Таким образом действуют только мошенники. В случаях получения подобных звонков необходимо незамедлительно отклонить входящий вызов. Также правоохранители рекомендуют вообще не отвечать на вызовы, если вам звонят с неизвестного вам номера. Особенно, отмечают полиции, этот совет касается людей в возрасте, которые уже менее критично относятся к новой информации и часто доверяют непроверенным абонентам. Один мудрый человек заметил, чем больше ты доверился человеку, тем больше у него соблазн тебя предать. Смотрите программу безопасности на канале НСК 49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.